Новый порт янтарными темпами Новый порт янтарными темпами Проект в Калининградской области получил президентскую поддержку 5. Газета «Коммерсант» номер 89 от 27 мая 2019 года Строение 1 Правительство вернется к вопросу строительства глубоководного морского порта в Калининградской области, который обсуждается почти 20 лет Проект уже поддержал Владимир Путин К июлю региональные власти должны подготовить бизнес-план, который до 1 сентября рассмотрят в Белом доме Стоимость глубоководного порта на 48 миллионов тонн оценивается в 200 миллиардах рублей, 50 миллиардов рублей из которых должен дать бюджет Эксперты и собеседники «Твердый знак» в отрасли относятся к заявленным планам грузопотока скептически Как стало известно «Твердый знак», президент РФ Владимир Путин согласился поддержать проработку проекта по созданию глубоководного порта в поселке Юнтарном Калининградской области Это следует из визы на письме помощника президента Андрея Белоусова господину Путину, направленном в середине мая Копия есть у «Твердый знак» В нем господин Белоусов предложил рекомендовать правительству региона до 1 июля разработать и представить в Белый дом бизнес-план проекта А к 1 сентября поручить Белому дому его рассмотреть с точки зрения возможного участия государства и привлечения иностранных инвесторов Предполагается, что мощность порта может составить 48 миллионов тонн Общая стоимость проекта – 200 миллиардов рублей с учетом строительства подъездных железнодорожных и автомобильных дорог, в том числе 50 миллиардов рублей, из бюджета Для реализации проекта в числе прочего требуется доказать эффективность перевозок грузов относительно иных портов РФ Включая подтверждение заявленного грузооборота и механизмы минимизации рисков, связанных с перевозками грузов через Белоруссию и Литву, отмечается в письме Как раз Морпорт получил программу развития О строительстве глубоководного порта в регионе говорят с 2000-х годов, его планировалось разместить в Балтийске Но в 2014 году развивать портовую инфраструктуру области решили в два этапа Сначала построить грузопассажирский терминал в Пионерском за 8,2 миллиарда рублей, а затем глубоководный в Янтарном В 2018 году началась реализация проекта в Пионерском, а проект в Янтарном отложили до появления инвестора В начале 2019 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион попросил руководство страны о реализации проекта По его словам, в составе порта планируется контейнерный терминал на 35 миллионов тонн, терминал наливных грузов мощностью 4,9 миллиона тонн и другие терминалы В правительстве Калининградской области твердый знак подтвердили работу над бизнес-планом порта в Янтарном, отказавшись комментировать детали Представитель вице-премьера Максима Акимова Сергей Извальский сообщил твердый знак, что соответствующие предложения полученные перенаправлены в Минтранс, где твердый знак также подтвердили получение документа Источник твердый знак в одной из международных судоходных компаний говорит, что своей грузовой базы в Калининграде на такой объем контейнеров точно нет, а траншипмент на другие порты региона тоже едва ли будет конкурентным В России может появиться национальная морская одноуглубительная компания В апреле одним из участников строительства глубоководного порта назывался Уралхим Дмитрия Мазепина Загрузка действующего терминала компании в Санкт-Петербурге приближается к максимальной, также у Уралхима есть два терминала в Латвии Как пояснил источник твердый знак, знакомый с ситуацией Компания готова построить в Калининграде терминал по перевалке около 5 миллионов тонн минеральных удобрений, аммиачная селитра, калий Если будет решен вопрос с финансированием дорогостоящего одноглубления стоимостью доллара 60-80 миллион По его словам, в Калининград могут быть частично переориентированы объемы Уралхима, которые сейчас поставляются через Латвию, а также новые объемы с Уралкалия Глава инфолинии аналитики Михаил Бурмистров считает, что строительство порта Янтарной может быть целесообразным только после запуска паромов, которые строятся сейчас для линии Усть-Луга, Калининград Но даже в этом случае заявленная мощность порта выглядит завышенной примерно в 10 раз, а планы по контейнерам выглядят экономически необоснованными в условиях масштабного профицита таких мощностей в портах РФ в Балтийском бассейне, полагает эксперт По его мнению, зарубежных интересантов с гарантированными грузопотоками для этого проекта не просматривается, а для российских грузовладельцев логистика через Калининград с инвестированием в строительство терминалов не выглядит привлекательной Однако господин Бурмистров допускает, что у проекта есть шансы, если власти региона, воспользовавшись поддержкой на федеральном уровне, смогут привлечь грузовую базу Анастасия Веденеева, Ольга Мардюшенко